Уважаемые подписчики, сегодня предлагаю испечь молдавские калачики с маком по ГОСТу от 1967 года. Калачик с маком представляет собой штучное изделие кольцеобразной формы, сплетенные из двух шкутов, поверхность которых посыпана маком. Вырабатывают калачик с маком из муки пшеничной первого сорта массой 200 грамм. Если у вас нет муки первого сорта, то вы можете с успехом заменить ее на муку высшего сорта. Тесто готовят опарным способом, с обминкой примерно через 40 минут после замеса. Итак, приготовим тесто на большой густой опаре. Для этого смешаем все указанные для нее ингредиенты. Хорошо вымесим для того, чтобы насытить этот кусок теста воздухом и оставим на брожение при температуре 28-29 градусов в течение 3-3,5 часов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В данной рецептуре используется сухое молоко, сухое обезжиренное. Если у вас нет сухого молоко, вы просто можете взять обычное молоко низкой жирности и заменить им воду и порошок молока. Если же у вас есть порошок молока, вы можете сделать так же, как и я, развести его в воде и добавить в тесто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На начало замеса тесто будет представлять вот такую липкую кашеобразную массу. Но не стоит этого пугаться, так как очень быстро, буквально на глазах, тесто начнет приобретать форму, становиться более гладким и собранным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После пары ударов об стол вот таким вот образом можно будет приступить к замесу традициональным образом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время замеса, время от времени необходимо останавливаться и делать проверку на глютеновое окно. То есть необходимо вот так вот растягивать кусочек теста и смотреть, насколько оно держит форму, то есть насколько оно плотное и не разрывается. Так как тесто у нас достаточно плотное, то глютеновое окно будет также плотным. После того, как мы увидели, что тесто хорошо держит форму, не рвется, мы выкладываем на него маргарин 82% жирности или масло и вмешиваем в тесто. Вмешиваем тесто вот таким вот образом, складывая тесто и подкатывая. Так как жира, то есть масло или маргарина в данном тесте всего 1%, сделать это очень легко. Тесто хорошо его вбирает, для нас не составит никакого труда вместить его очень быстро в тесто. Опять делаем, отрываем кусочек, делаем тест на глютеновое окно, смотрим, насколько тесто у нас хорошо развито. После вмешивания масла или маргарина оно должно быть еще более развитым. Вот, мы видим, что оно у нас хорошо разбилось. Мы подкатываем тесто в шар и убираем на брожение на 1 час, 1 час 20 минут при температуре 29-30 градусов. Если вы видите, что тесто у вас сильно, очень сильно подходит, вы можете сделать одну обминку. Делим тесто на 4 равных куска. Вес каждого куска составляет около 205 граммов. Каждый кусок затем разделяем еще на 2 части, потому что у нас будет 2 жгутика. Откатываем легко шарики, даем 5 минут отдыха, для того, чтобы клейковина могла расслабиться. И приступаем к формовке самого калача. Для этого каждый кусочек раскатываем в жгутик по ГОСТу. Длина каждого жгутика должна составлять примерно 50-55 сантиметров. Мне кажется, такой калачик слишком тонким. Он тогда значительно больше похож на бублик, по моим ощущениям. Поэтому я делаю жгутики немножко меньше, длиной 40 сантиметров. И выкладываю на стол. Пока вы раскатываете жгутики, тесто успеет расслабиться. И вы сможете приступить к формованию калачиков. Кладем 2 жгутика параллельно друг к другу, скрещиваем посередине. И вот так вот обматываем друг вокруг друга. Обматывать нужно достаточно легко, не сильно натягивая жгутики. Потому что при расстойке тогда у нас этот рисунок, он сольется. И наши усилия будут потрачены зря. Вот так вот осторожно, по возможности аккуратно формируем калачики. Для того, чтобы стык был максимально незаметен. И выкладываем на противень, выложенный бумагой для расстойки или смазанный маслом. И убираем на расстойку. После того, как калачики у нас расстоялись, примерно в течение 40-60 минут, мы смазываем их меланжем, взбитым яйцом с щепоткой соли. Соль способствует красивому колеру. И осторожно, стараясь не повредить поверхность калачика, смазываем меланжем яичным и присыпаем маком. Выпекаем при температуре 170-180 градусов в течение 15-20 минут. Смотрите по состоянию вашей печки. Каждая печь печет по-разному. При желании первые 5 минут можно подать пар. Но это не является необходимостью, так как калачики у нас смазаны яйцом, что дает поверхности увлажнение. Выкладываем калачики на решетку и даем им остыть. По вкусу эти молдавские калачики являются чем-то средним между калачом и бубликом. Если же вы сделаете его более тонким, как это рекомендует ГОСТ, то он больше будет похож на бублик. Вкус у данного калачика мягкий, нежный, слегка слалковатый. Если вам понравилось это видео и вы нашли его полезным, я буду признательна и благодарна, если вы подпишетесь на мой канал, поставите лайк, а может быть разместите ссылку на это видео в своих социальных сетях. Пеките на здоровье! Субтитры сделал DimaTorzok